Всем привет, дамы и господа! Добро пожаловать в ССК Баскет Шоу! И сегодня у нас игрок, который сменил номер перед началом этого сезона, Даррен Хиллиард. Даррен, привет! Привет, привет! Как твой новый стиль? У тебя отросла борода, волосы, прическа. Это что-то, новый Даррен Хиллиард? Перед началом этого сезона, вот вы собственно эту новость узнаете прямо-прямо сейчас. Вот эта маечка будет с другим номером, фамилия та же, Хиллиард, но номер будет номер 6. В связи с этим в магазине ЦСК распродажа, акция на всем, фамилия Хиллиард, но номер 32, 30% скидки. Почему ты решил сменить номер с 32 на номер 6? Ну, я купил 6 лет в МВА для Детрои Пистон. И причина, почему я выбрал это тогда, это просто потому, что я хотела что-то представить. Я хотела быть вверх, в мире, в Zusammenле, в некоторых местах. Я хотела быть вверху, то есть мы с ней. От солнца и номер 610. И мне и моих знакомых, мы просто очень посоветимы, где мы приходили к нам влаге, потому что здесь есть позитивный свет в нашей городе. Мы пытаемся сделать что-то что-то инспирное атлетение или просто люди могут использовать для того, чтобы хорошо оттенять где они приходят. И номер 6 было представление как я приходил в моем доме 610 6X и мы просто просто влюбили с номером 6 и это было как звук, я думаю. Я просто пошел в эту сторону и 6X чувствует лучше, чем мне это просто комфорт и hopefully я смогу получить даже больше в номер 6, чем в 32. Тебя зовут Дэрон Хиллер и твоего сына зовут Дэрон Хиллер. Что такое происходит? Вы всех хотите запутать? Три. Три. Дэрон, Дэрон и Дэрон. Три. Мы называем его Трэй. Три в спеце Моя кастрюля Три в спеце Три 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 который ты больше всего запомнил? Ее,田-田-о Микен, Богу шейн и они сделали это, у ноущего, это просто замечание. enfim, это библиотбит, это о которой идет папа м también, с учетом, あっшинand-дь, это гарнир, предположились не об stamps, потому что я получал то, что -то vuelал идти pobre , когда я или Google я поняла theoretversа. Рес Bilbaо. Когда тыел в играх, они база была очень разнообразна, со эту же противнику loose. И это очень высокая, и это просто очень весело. А то для меня. Это было круто, но, как я сказал, я просто надеюсь, что мы могли бы закончить сезон, потому что все знают, как игроки и playoffs, и в Финал-Форте, они просто... Магикал. Что-то всегда происходит, что-то crazy, и я просто надеюсь, что мы могли бы закончить, чтобы мы могли бы увидеть это. Но это фс-гейм было довольно круто. Магикал, как в конце игры, Магикал вбел в полную кольцо в другую баскет, и он сделал. Он просто получил 30 пунктов, и он вбел, я не знаю, кто-то видел, но он вбел в другую сторону баскета в другую баскет, и он сделал. Но это не подходит, это было в конце игры. Это было бы наиболее лучшие игры, это было бы наиболее моих любимых игроков. Ты с некоторых ракурсов похож становишься на Джеймса Хардена, говорят тебе. Наверное, я больше... Я, наверное, похожа на Джеймса Хардена, но я больше хитсов. Я говорю, посимпатичнее, чего уж там, я более фотогеничный такой. У нас тут недавно форвард дубля ЦСКА, Виктор Берлахин, получил приглашение от колледжа Цинциннати, что ему нужно делать, как ему нужно себя там вести. Ну, я бы предложил это. Это был бы мой первый... Единственное слово. Просто, как вам нужно жить в это обстановке, в это ситуации. Ты очень luck и благословен, чтобы быть там, чтобы получить учебку в университете, что не случится для больших детей. Я не знаю, как это ратило в Москве, сколько детей в Штатане в университете, да, не много. Я знаю, что он очень удовлетворен, I know it doesn't happen a lot, and so I would just tell him just to understand that part, you know, understand how, you know, he's really just one out of a million, basically, just to be able to go to a university and study, get a good education, and play a sport there as well, you know, and just to enjoy it, just to have fun, but also understand how valuable this opportunity is. You know, how valuable of a chance this is. You know, he's away from his family, which is going to be very hard at first. He's far from home, which is going to be very hard at first, but I think that that'll be a part of just his growing pains, which is okay, and he'll get through that, but I just think that he should have fun and just understand how big this opportunity is for him and his family. You know, it doesn't have to be the NBA, but it doesn't have to be the NBA, it could be, you know, maybe as a sister or younger brother who can go to Cincinnati as well, you know, you never know, you know, I just, I just advise him just to have fun and to take it very seriously. It's a legend, who is born from NBA, it's Kobe Bryant. You said that Kobe has influenced you not only as a player, but as a person outside the park. Yeah, Kobe, Kobe was, he definitely inspired me more as a person than a, yeah, just because I, Los Angeles is on the West Coast, you know, you don't really get too many West Coast games in Philadelphia, unless you stay up late. So I was really watching AI more on the court, but I got to see Kobe, how he interacted with his daughters and how he kind of transitioned from basketball to being that superstar basketball player that he was and transitioned into being an award winner, a father and just all these things besides basketball, you know, and that really inspired me to be the best dad, to be the best man that I could be on a daily basis, you know, and Kobe went to high school in Philadelphia and and a funny story about Kobe was, me and Kobe was my rookie year when I was with the Pistons, he, it was his last, it was his last year in the NBA and I just had to meet him, I had to shake his hand or be in his presence somehow and in the NBA, you know, and in the NBA, you do this, the captains meet in the middle, in the middle of the jump circle before the game starts, just to talk about the rules and greet each other, talk to the ref, things like that and as a rookie, I wasn't, I was never a captain, you know, I was just a rookie, so they wouldn't put me in the captains' circle and so, but I just had to meet Kobe, I had to say what's up to him, I had to just sub him, you know, I had to be in his presence somehow и мы ходим в Л.А. Мы играли в Лакер, и я не был в Каптинской, и два каптинка там, и я вижу их, и они об этом закончились. И я просто разговариваю, и я просто разговариваю, как «Всё, Кобе? Как ты делаешь?» Я иду, и 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 я иду. Кобе очень сильно inspired меня, и я иду, и я иду, и я иду. Радует, что ты снова с нами, что ты всё ещё с нами. Надеюсь, тебя совсем скоро здесь увидеть. Привет. Привет. Пока. Спасибо. Всё, дорогие друзья, прощаемся с вами. Евгений Сыдых, Даррен Хиллер прямо там, в Америке сейчас на прямой связи. Спасибо тебе большое, Даррен. Пока-пока. До следующих видео. Да, следите за анонсами в соцсетях ЦСКА. Счастливо.